Арнольд Лоховский художник деталей. Очень многое в его работах нуждается в отдельном внимательном рассмотрении. Собственно, мы учли это при построении нашей экспозиции и даже добавили макросъемку, позволяющую рассмотреть некоторые элементы. В этом зале три картины увеличены, сделана макросъемка во втором зале, еще несколько картин также мы проработали. И мои любимые вещи Арнольда Лоховского, те самые, которые в этом рассмотрении нуждаются. Я перечислю буквально несколько элементов, а остальное зритель досмотрит сам. Работа на Волге, большая, очень красивая его картина с видом Волжского берега, привезенная нами из художественного музея Череповца. Она как раз вся сплошь состоит из этих деталей. Из небольшого рыночка с продажей неких глиняных кувшинов, из лошадки белой, запряженной, с голубыми бликами на спине, из вот этой вот жанровой сцены, где дама под зонтиком о чем-то рассказывает двум сидящим. Один из них, как мне кажется, старик, а второй женщина в розовом. Из массы и множества стафажных фигурок, каждая из которых это отдельный сюжет, дополняющий картину. И кроме того, в этой работе Лоховский выступает как удивительно тонкий колорист. Такой мастерский, такой одаренный и так хорошо и мастерски умеющий работать. Всегда обращаю внимание на вот этот вот фрагмент уже дальнего плана, приближенный к горизонту, где голубые, желтые, розовые тона как будто бы почти сливаются в единую дымку, но при этом каждый один отделен от другого. И каждый существует, каждый самоценен, каждый существует со своим значением. И если тот же Станислав Жуковский, о котором я уже упоминала внизу, говорил, что он ненавидит, когда на Волге пишут розовую почву, которую Гоген писал на острове Таити, что розовая почва для русской живописи не характерна, то Лоховский, не могу сказать, зная или не зная об этих его словах, несомненно спорит с ним. И розового, особенно в провинциальной русской живописи, розового у него очень много. Розовая колокольня, розовая лестница, розовые платья на крестьянках. Откуда на крестьянках розовые платья? Думаю, что это просто вопрос восприятия. Кто-то видит одно, кто-то другое. Лоховский, художник, видящий исключительно красивое и пишущий исключительно красивое. Арнольд Лоховский много пишет еврейскую тему, безо всякого надрыва, которого можно было бы ожидать от живописца-еврея, от живописца, вынужденного ежегодно обновлять разрешение на пребывание в столице. Пишет ее как естественную для себя. И, в частности, помимо нескольких работ, которые мы показываем, очень живописных, еврейские портные, или, например, в самоварной мастерской, или просто в мастерской, Лоховский пишет сюжет, многожды, несколько раз повторяет в своем творчестве сюжет ожидания евреев в приемной у некоего высокопоставленного лица. Ну, начало XX века, когда эти работы создаются, очевидно, что еврейство имеет ряд серьезных ограничений, и права на работу, на учебу, на пребывание. Все это каждый раз по разрешению вот этих самых высокопоставленных лиц. И сцена ожидания евреев в приемной, традиционная для Лоховского, хорошо известная специалистом, была приобретена одним частным коллекционером. И только в прошлом году было решено, переходим сюда, только в прошлом году была расчищена оборотная сторона, до того замазанная краской и запачканная. Это оборот картины был расчищен реставратором, и выяснилось, что не лицевая, задняя сторона ничем не уступает лицевой, и даже напротив, может быть, оказывается ярче, оказывается еще более характерной. И снова тут розовый дом, и розовая почва, и розовые ветви деревьев. Снова Псков, любимый Лоховским. Снова такая красивая, радостная живопись, которая до того была закрыта самим художником. Он сделал так поверх несколько коричневых мазков кистью, как бы помечая, что эта сторона негодная, а в качестве лицевой стоит рассматривать ту. Ну а после работа закоптилась, запылилась, запачкалась, и ее раскрытие реставратором стало, конечно, большой находкой. Работа поступила к нам из Московской галереи Альбион, туда же она и вернется. К сожалению, вначале нам пришлось подумать о том, как ее обрамить, потом как ее выставить на экспозиции, чтобы была видна и та, и другая сторона. Мне кажется, что все удалось, и сегодня это, несомненно, одна из ключевых вещей выставки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова